Ранним утром по аллее Брестского парка нарядные ребята в одном строю двигались к главной площадке праздника. Для одних День пионерской дружбы был прекрасным поводом встретиться и пообщаться со своими сверстниками, такими же активистами пионерского движения, для других важным событием и новой страничкой в жизни. Ведь они должны были впервые повязать галстуки и дружно пообещать следовать уставу и традициям пионерской организации. Новбранцев в этот день было порядка 500. Все они с волнением ожидали символичного ритуала. Они хотят в ряды пионеров, вступают только те, кто хочет вступить в ряды пионеров. И поэтому, во-первых, это для них праздник, стимул к дальнейшим каким-то свершениям, поучаствовать в мероприятиях, стать лидерами в нашем городе. Я думаю, это хороший толчок. Это воспитание патриотизма, это воспитание гражданской позиции в обществе. Общество наше здоровое, Беларусь наша здоровая. Посмотрите, что кругом делается. А у нас вот этот маленький островок нашего государства, нашей страны, республики, как хотите назовите, мы ощущаем себя свободно, легко. И вы знаете, вот этот мосточек от старшего поколения, вот к этим маленьким деткам, он проложен. В течение праздничной программы, приуроченной ко дню пионерской дружбы, было сказано немало о достижениях пионерских отрядов Бреста за прошедший год. Особые похвалы ребята заслужили за участие в патриотических мероприятиях, приуроченных к 70-летию Великой Победы, за оказание помощи тем, кто защищал рубежи Родины и сегодня нуждается во внимании. Помимо всего, пионерами была проделана большая работа по созданию подарочного издания для городского совета ветеранов – Книги памяти, в которой подростки разместили в виде посланий свои пожелания старшему поколению, а также оставили наставление будущим хранителям истории. Праздничный день и результат творчества брестских школьников и гимназистов был передан в руки председателя ветеранской организации. Сегодня на этом мероприятии будут подведены итоги акции, инициированной детским и молодежным парламентом города Бреста, посвященной 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. По итогам акции Брестскому городскому совету ветеранов от учащихся учреждений образования города будет передана книга памяти, которую составили учащихся наших школ города. Проходят годы, одни поколения пионеров сменяются другими, и хотя со временем символичный красный галстук претерпел изменения, приобретя еще и зеленый цвет, основные ценности и традиции молодежного движения по сей день остаются неизменными. Новые ряды пионеров перенимают опыт старших и стремятся следовать их примеру. В праздник пионерской дружбы сотни энергичных и готовых совершать благородные дела ребят примерили на себя неотъемлемый атрибут юного патриота. И в будущем они с гордостью будут его носить. Пионеры – это тот, кто помогает взрослым, тот, кто ведет всех за собой. Я с самого детства мечтала быть пионером, и вот я хочу соучаствовать свою мечту. Мы пришли на замену старым пионерам, и в будущем мы будем гордостью своей страны. Красный галстук у меня на шее, а я старый уже человек. Это говорит о чем? О том, что с галстуком наше поколение и поколение военных лет не прощается. Мы вечно молоды, молода душой. Может, это и выглядит как-то смешно, но на самом деле, поверьте, в сердце это молодость, пионерская молодость, комсомольская молодость. Праздник пионерской дружбы ежегодно собирает тех, кто навечно связан общей историей, памятью и чувством долга перед страной. В этот день почетные гости мероприятия – ветераны Великой Отечественной, которые не понаслышке знают о пионерских традициях, помнят встречи у костра, сборы и походы, поделились своими воспоминаниями, а также дали напутственные слова будущему поколению ребят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!